Полвека назад не встретиться с ним на улицах городов было просто нереально. ВАЗ-2101 выпускался с 1970 по 1988 годы и стал самым массовым и популярным отечественным автомобилем. А по результатам всероссийского опроса был назван лучшей машиной 20 века. Сегодня день рождения легендарной копейки с ретроспективой и современной жизнью Жигулей познакомит вас Олег Федоров. Итальянская Грация в советском кузове. Это ВАЗ-2101. Сегодня он отмечает свой 52-й день рождения. Мало кто знает, но название Жигулей придумал базовский конструктор Алексей Черный. Дело в том, что Жигулями называется горная цепочка в районе города Тольятти. Однако в народе сначала его прозвали Единичкой, затем в 80-х годах окончательно закрепилось название Копейка. Ну а на западе этого стального боливара знали исключительно под названием «Лада». Это были 15-е ралли Турда Европы. Среди автомобилей крупнейших мировых фирм – Volkswagen, Renault, Volvo, Ford, Opel, Diner, Benz – особое внимание привлекали наши машины – «Москвич-412» и «Лада». Советские гонщики участвовали в этих соревнованиях впервые. Дебют гонок ВАЗ-2101 завершил на серебряном пьедестале. Буквально через два года командам на Жигулях достались сразу золотой и серебряной кубки. Примерно тогда же свой первый автомобиль, созданную на базе «Фиата» Копейку, приобрел иркутянин Владимир Астафьев. Мужчину так поразила новая советская машина, что со временем он собрал почти полную линейку боевой классики и с теплом вспоминает первые поездки. Это ласточка, просто или Жигули едет, как она переключается мягко, как она едет комфортно, тепло. В ней можно было ездить как бы в рубашке, в принципе, зимой, в любой мороз. В сравнении с другими машинами, там обогрев работал. По сравнению с другими машинами, это самая шикарная машина, самая удачная. В принципе, не зря на них до сих пор люди ездят. Уже прошло сколько лет, Жигули – это классика. Классику уважают не только старшее поколение, но и современные молодые люди. Секрет успеха – низкая стоимость автомобиля и отличная форсировка мотора. А после покупки у кого на что фантазия гораздо. Одни ставят в Жигули мощные двигатели и участвуют в драк-рейсинге. Вторые помещают железного коня на пневмоподвеску. И получается отечественный лоурайдер. Третьи делают разварки колес и выписывают виражи на асфальте. Наверное, именно это вполне можно считать признанием народной любви к данному авто. Олег Федоров, Павел Рютин. Новости по будням.